Зашёл в ОП, день испорчен. Добрый день всем, это какая-то там серия ОП 2.2, похомячить надо, но хомячить нечего, пойдём выпрашивать еду. О, водку нашёл, нафига себе. Правда, я кувалду случайно разбил, хотел ножом так-то. Не знаю, чего сегодня займусь, вроде какие-то квесты есть, пойду по ним. Но единственное, что я помню, самое яркое, это то, что мне придётся самому доброму мутанту, вот этому добрячку, набить рожу кулаками. Ну это вообще, кто это задание придумал? О чём он думал, когда это создавал? Это же жестоко, как можно бить такого доброго мутанта? Так, разбивал все ящики, еды не выпало, поэтому придётся всё-таки выпрашивать. Дайте мне покушать, да побольше, потому что я планирую ещё поспать. После сна я тоже по-любому захочу жрать, пить, ссать, срать и так далее. Так что давайте до завтра. Ммм, проснулся под выброс. Ну что, сидим тогда, сидим, пережидаем. Так, найс, 5 минут записи уже прошло, даже 6. Ну на 20 секунд ролика я думаю хватит. А чём у меня тут 2 метки? А, тут ещё этот кот, он пошёл ныкаться к калмыку. А, ну, ныкаться это, конечно, неплохо, наверное. Я слышу какие-то звуки трупов. Будто кого-то жёстко заштырило в чём-то. Но не могу понять кого... А-а-а-а, приколдес. Подожди, я хочу залутать её. Если, конечно, это возможно, это ж халява. Не, она не лутается. Ладно. Зато грибов, ёпта. Ладно, погнали к псевдокарлику. Так, ну чё, где-то здесь псевдокарлик... Ой, блин, напугал. Толстяк. Псевдокарлик, которому нужно разбить лицо, чтобы... Я не знаю зачем. Для чего это охотникам, я понимаю. Сосед не самый приятный, возможно, но... Ё-моё. Ага. Тут где-то эта говнина вот эта вот... Прыщ подземный мешает мне. Даже здесь. А где карлан-то этот? Я его не вижу. Его нету. А если я лицо разбить? На нафиг. Офигеть. Я думал, я слабее. Где карлан? Ё-моё. Я вижу только плотей всяких. На. Зачем мне эти ваши плоти? Ну какие нахер комары? Отвалите. Вам чё надо здесь? О, я убил комара, нифига себе. Я гений, правда? Короче, я там заприметил. Вон он. Кусок дерьмища. Всё, я убил его. Наконец-то мне никто не будет шатать экран. Может лицо разбить комару, а? Иди сюда. О, я разбил лицо комару. И тебя сейчас разобью. И тебе. А, лягухи-квакухи, не надо. Так где псевдокарлик? Созрел вопрос, почему его нету? Здесь только зомби-толстяк. Это ж не то, что мне нужно, верно? А где вообще это задание у меня в ПДА? Чуть я не понял. Я продистал? Нет, ни хера. А, вот, нашёл. Ну и чё? В описании задания ничего нового. Я подумал, вдруг он там только ночью выходит. А я как дебил пришёл утром. Так нету его здесь, ёпта. О, вот он. Найс. Ну чё, карлик, ты уж извини, браток. Чё? А почему провалено? Не понял, приколям бы. Или я не тем атаковал? Чем я должен был атаковать? Да, да, вот с этих перчаток надо. Ну чё? Тогда давай. Сюда иди. Слышь, Винни-Пух. Ты уж прости, дружище. О, блин. Он бьётся в ответ. Ну это так не оставлю, конечно. На. Всё. Запинал его. За шо, пацана-то? Пипец. До сих пор не понимаю. Ладно, го, к коту зайдём. Или чё? Или всё-таки к Дену? Да нет, го, коту вот так вот, типа, таким маршрутом дебильным. Здоров, мужик. Я так понимаю, ты кот? Понял. Да, он самый. Тебя не Ден послал? Я просил найти его толкового помощника. Слышь, я сам по себе. Найди себе шестёрку в другом месте. Спокойно, спокойно. Я не собираюсь ограничивать твою свободу, если бы ты... Да ёперный театр. Чё вам надо? Кыш. Влепили ему, говорит. Чё, ты лягухом-квакухом нафидишь? Зачем? Не надо. Туда их. О, боже, сколько их набежало. Блин. Ну ладно, пусть он разбирается, я патрона на это тратить не намерен. Я лучше вон ящички поразбиваю. Ещё чё-нибудь. О нет, докопалась таки. Одна. Чё, ты всё закончил? Молодец. Давай поговорим уже, наконец. Спокойно, спокойно, или собираюсь ограничивать твою свободу? Если бы я не схватил практически смертельную дозу радиации, мне вообще бы никто не был нужен. Знаешь, мы чем-то похожи. Я тоже по жизни одиночка. Что хотел? Дэн, тебе говорил про монолитовцев? Так вот, это не вся правда. Наверное, я был первым, кто заметил что-то неладное. Монолит активизировался. Сначала мне сказали, что их видели на агропроме. Затем я сам лично видел их в тёмной долине. Проследил за ними прямо до радара. Правда, там наблюдение пришлось поставить. Фонит там так, что схватил двухгодовалую дозу радиации. Не готов я был к такому походу. Вот с тех пор моё здоровье дало сбой. Но теперь я увидел их здесь. Мне повезло больше. Один из них попал в радиоактивную зону и сдох в ней. Теперь нужно обшмонать трупы и попытаться что-нибудь узнать. Поверь, если эти фанатики что-то задумали, то это что-то окончится плохо для всех остальных. Кто бы говорил, от вас, гибистов, тоже хорошего ждать нечего. Вот я думаю, встать и уйти или сначала пустить пулю в лоб тебе. Ты прав, я служил в органах. Но потом со мной приключилась довольно неприятная история. Пришлось всё бросить и уйти в зону. Если учесть, что до аварии я курировал ЧС, то становится понятно. Зону знал я хорошо. Да и деваться мне больше некуда. Там меня ждёт только пулю и висок. Ну или цианит в кофе. Это уж зависит от фантазии моих друзей. Мало в зоне людей, которые заинтересованы в ней больше, чем я. Так что это теперь мой дом и туда мне дороги нет. Ну допустим, я тебе поверил, а что дальше? Ну тогда начнём спокойничко, надо обшмонать его. Я видел, как он, бывший ещё в этом грешном мире, ставил отметки на карте. Двое других ушли чуть вперёд, а этот влез в радиоактивную зону и буквально за 5 секунд сдох. Его как парализовало. Я уже тебе объяснял, сам бы пошёл, но не могу. Для меня это верная смерть. Я и так почти все волосы потерял и харкаю кровью каждые 5 минут. Ладно, показывай место. Хорошо, только не спеши, мне трудно ходить. Я тебя до места отведу, там будут разваленные дома, вот в них трупы поищи. А может ты бы просто мне метку скинул на карту, я бы сам туда пошёл. Он меня на сгорячих утра ведёт что ли? Ну скорее всего. Где же тут ещё? Разрушенные дома, радиация и прочее, прочее, прочее. И чё, встал? Всё? Мне идти искать? Понял. Вижу труп действительно, но надеюсь я не откисну вслед за монолитовцем. Хэллоу. Так, что у нас тут? Экскелет монолита, жетончик, документы мёртвого монолитовца, плазменная гусеница, ещё чё-то, ещё чё-то. Ой, там бюрер, до свидания. Нет желания с ним сражаться. Последний антирад использовал, кстати. Жесть, антирады улетели только так. Вот, кот, держи, какая-то карта. Давай гляну. Так, это карта болот. Тут вот видно, они какие-то пометки делали. Странно, нихера не пойму, что они здесь задумали, зачем эти отметки. Ну так что? Да хрень какая-то. Видишь, они пометили здесь одно место. Ещё одно место на юго-западе. Тут какие-то цифры. Вот это понятно, высота, ширина и длина. А вот остальное... Ладно, сделаем так. Я сейчас в бар к чисто небосам, полечусь немного, да и обдумать надо кое-чего. Давай пересечёмся там. Как дела, уладишь свои, заходи. Понятно. Обязательно. Ну, ягда, но. Непона, чё это за собака? Это типа ваша? Я могу её двигать. Чё ты мне сделаешь? Я знаю, чё я сделаю, подожди. В конце концов, нужно же как-то себя развлекать, верно? Чё такое? Лол, мужики, ну... Я не знаю, зачем вы это сделали. Это же ваша собака, не? Или что это было? Чёрный пёс. Я её в костёр так-то хотел запихнуть, но получилось ещё круче. Лады. Нелёгкий был бой, но я всё-таки отправил плюшевого в нокдаун. Прям Шнобель ему засадил. Вот это было шоу. Один из наших наблюдал за тобой в бинокле и всё нам рассказал. Надеюсь, ты освоил урок и приобрёл новые навыки. Забирай карту и пистолет за чертовшки смешной зрелища. Понятно. И у него циклички открыли. Сыворотку, маячки, сталкер-мастер болото, убить брюхо рыжего таракана, печень крыла, на рука излома, прицел, ПСО. Ну, сталкера-мастера можно убить на самом деле. Но, правда, за это я получу полную парашу. Ладно. Терпим, терпим, терпим. Вон он. Ой, война началась. А вообще с чего? А, убили всё-таки собаку, да? Ну, они её и так убивают. Я не знаю, что это за собака. Может, она просто забагалась? Типа, я хозачий такое. Подхожу к насосной станции. Кстати, что-то я не прочекал, что там плазменная гусеница даёт. Ожог плюс 15, пулюстойкость плюс 2, разрыв плюс 15, кровотечение минус 100, облучение минус 15. Редкий артефакт. Вы не найдёте его ни в одной аномалии, так как он является живой биосубстанцией. Образуется из безоаров желудка старых контролёров при воздействии на них аномалии жарко. Мало кто в зоне знает этот рецепт и само существование данного артефакта. Люди Сахарова предполагают, что эта живая субстанция образуется из непереваренных косей электрохимеры под длительным воздействием извращённого желудочного сока контролёра. Постоянно окружающий его гипнотической ауры и последующего воздействия крайне высоких температур. Остается только догадываться, как-то биомасса при этом не гибнет. Ну и ужас. Представьте, такое на пояс вешать. Это же страшно. Ладно, что бы мне такое убрать тогда? Слеза огня мы бы. Или что-то более бесполезное. Ну, давай слеза огня. Типа, да, оно даёт мне теперь меньше, чуть восстановление. Ну, вывод радиации, точнее, но я думаю, это не страшно. Калмык, привет. Слушай, за мазью пришёл. Водка или сигареты есть? Запомни. За одну баночку мази, либо три бутылки водки, либо три пачки сигарет. Вот и есть сигареты. А сколько нужно? Блеха, три надо. То есть это девять сигарет. У меня только две с собой. Три я уже потратил. Остаётся шесть. Мне ещё четыре пачки где-то надо достать. Не, ну в баре-то они у меня есть. Но помните, я же когда в баре был, я забыл взять. Из-за этого я с маленьким количеством сигарет пришёл. Ну, а водку, естественно, не намерен тратить. Да и нет у меня нужного количества водки. Печально. Ну ладно, этот квест, в принципе, чё, он не горит. Он, по-моему, даже, я не знаю, будут ли какие-то квесты у этого плагиата Сидоровича после. В солянке, по-моему, не было. А вот тут? Ну, вполне может быть, кстати. Но мне всё равно, честно, на базу чистого неба идти. Говорит со Свибловым. Но перед этим я завалю сталкера-мастера по поручению Денчика. О, нет. Это не похоже на поручение Денчика. Блин. А, убил? Найс. Ни хера не видно, просто в дыму. Сумрачный кровосос. А может, это кровоподик? Извергает свой пердёж-говнёж. А это что такое? Не знаю. Загадка зоны очередная. Это же ОП. Чему здесь удивляться? А, из этого лагеря сталкера-мастера надо убить. Да за что? Чё он вам сделал? Тут Александрич сидит, кстати. А как мне его убить тогда? Меня же остальные на кое-чем повертят, если я его убью. Но я, конечно, рискну. Он вот брынчит на гитаре сидит. Всем похер, я понял. Ну, в принципе, мне тоже. О, у него палка химическая. Класс. Вал. Не знаю, зачем мне вал. Может, кому-то продам. Килограммы вроде позволяют таскать. Лады. Выдвигаемся на базу чистого неба. Чёрт, Свиблов, ну ты послал меня. Тихо и мирно посиди. Ага. Меня всегда эти слова смущают. Что случилось? А я знаю. Сначала сидели и тихо базарили. Вдруг все за стволы, ну и пришлось вмешаться. Не боись, жив твой халява. Фух, отлегло. Ну, блин, чувствовал же. Эх, ну да ладно, вот, возьми кое-что. Камбинезон SSP9M вега. Доступны новые циклические задания Свиблов и халява. Чё у тебя есть? Кристальная колючка, эмбрион рыжего таракана, пружина чешуя, патроны магнум достать, антирадорим набор оружия, убить сталкера, мстителя, опытный болот, уничтожил лагерь болота и так далее, и так далее. Ну, можно, можно, в принципе, почему бы и нет. Как бы, да? Вот. Чисто пусть висят эти задачки. Буду проходить мимо, буду выполнять. Так, ну и чё? По факту мне, блин, на болотах делать нечего. Ну, цикличку Дэну, конечно, сдать, но циклички, это же так, по фанчику. Ну, не по фанчику, но вы поняли, не такая уж и важная тема. Дезертир, адреналин. Но мне, вроде как, нужно идти к Архаре. Помните, мне же говорили, что Архара ждёт, у него делается для тебя. Ой, блин, ну что же лагерь? Ну, только не говорите, это же там где-то вообще два гиганта вот этих остались, да, или сколько их там? Один, я не помню. Ну и ужас. Можно не надо? Походу придётся. Зато здесь теперь хотя бы не будут мешаться эти, блин, прыщи подземные. Я забыл, как они называются. Биомассы, вот. Так, вон они, два молодца идут. В жопу идите. Нет, тут ещё кто-то есть. Да, сука, сколько можно? Какие нахрен прыщи? Где? Я уничтожу, если найду. А я надеюсь, что найду. А чё здесь является лагерем? Зомби, что ли? Наверное, зомби. Ну, для начала мне нужно, ну, псевдочи... О, ни хера себе здесь. Псевдочи, это ладно, их можно заигнорить. Для начала мне нужно биомассу грёбаную убить тут. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, мужички, блин. Вы зачем так пугаете? О, слышь, это же можно обузить. Убивать их таким образом? Ну, это бред полный. Просто, ну, мне нечем их убивать. Как бы у меня кувалда вообще в супер-дерьмовом состоянии. А мне ещё нужно засейвить там для чего-то. Поэтому такие вот дела. Так, ребятки, вы тут не хлопайте. Вы лучше скажите мне, где биомасса дерьма находится. Вот она, подлюга. Фу! Точно! Говно же дропается из неё. Зачем он так близко подошёл? Ой, мерзость. Кстати, я же ту биомассу не золотал, которую издалека убил в прошлый раз. А где тогда от неё комары, подожди? Ну, или кто там спавнится? Не знаю, но надо забрать с неё лут. Ай, ну и мерзкая же хреновина. Тут ещё, короче, какие-то свиньи и снорки, или что это? А, комары за мной всё-таки ходят. А, это не свиньи и снорки, это что-то другое. Просто у них такие звуки, я не знаю. Как будто свинья визжит. Так, комары за мной, в принципе, загрены. Можно пойти залутать быстренько эту биомассу тоже. А чё, может пообузить? Ну, в плане этот... У меня же есть какие-то капсулы остались? Карусель. А, у меня только карусель осталась. Так, карусель у меня выполнена. Лол. Ну, давайте её используем не ради выполнения задания, а ради того, чтобы избавиться от всех этих мерзких существ, которые меня сейчас преследуют. Потому что, ну, мне кажется, другого способа просто не найти. Сейчас давайте, как тогда? Залезем на вышечку. Тут уже вроде всё рассосалось, можно проходить. Давайте, ребятки, собирайтесь внизу. Всех жду, всех приглашаю. А потом, ну, я вам сброшу подарочек. Давайте, ребятки. Комары вот эти вот все. Я думаю, вам понравится каруселька. И псевдочам понравится обязательно. Ловите. Ух, сука, я сам чуть не упал. Ну, я упал, но я вовремя на лестницу зацепился за лестницу. Опа, чё там, парни? А где аномалия? А-а-а. Понимаю. Ну, это отгружаться надо. Так, псевдочи, не душите. Я вам скидываю приколямбу. Опа. Десант. Всё. Да, ну, куда вы катите её? Ублюдки, я вас ненавижу. Что вы сделали? Понятно. Это, короче, бесполезная затея. Надо просто с вышки сейчас посидеть. Поснимать мутантов, которые относятся к цикличке. И уйти отсюда, нахрен. Чё мозг парить? Ну, вот кто относится, непонятно. Ну, буду стрелять, наверное, во всех, кроме псевдочей. Псевдочи, очевидно, не относятся к этому заданию. Ну, сдалека, конечно, слабенько всё это дело работает. Ну, что поделать? Мне кажется, вот этих сорков надо завалить. Ну, с комарами на хвосте сделать это будет, конечно, не очень просто. Но реально, я думаю. Что это вообще такое? Представить даже страшно. Блин, ну, кстати, не только комары на хвосте, но и... Ёпта псевдочи. Ой, какие вы огромные и мерзкие. Ну, или зомби нужно зачистить. Зомби, наверное, ещё с того раза остались, вполне вероятно. Там уже спавнилась какая-то толпа зомби. А вот этих вот визжащих снорков я не помню. Да, 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 да. Их нужно было убить. Ай-яй-яй, грызут, грызут. Не надо, не надо, друзья. Всё, я уже покидаю ваше место обитания. Так что давайте. Чао-какао. Не хворайте. Хотя нет, хворайте. Всё, задание мы циклическое выполнили. Ну, давай забежим к Денчику. Возьмём награду за мастера. А может, тогда и мстителей заодно убьём? Чё, чё, чё? Почему бы и нет? Насчёт того дела. Убить сталкера разобрался. Всё. Чё ещё? Опять сталкера мастера. Или наёмника ветерана. О, за наёмника вот куда это. За сталкера мастера, эмбрион монстра, редкие патроны и сигареты. Слушай, мне же столько сигарет как раз и нужно. Давай, давай, убью обязательно. А где он? На агропроме. Я как раз на агропром иду. Чётко. Всё, сделаем. Пойдём ещё этого мстителя убьём. Мстюна. Ой-ёй. Говнюк. Сразу с подствола начинает. Кто ж так делает? Дай тайник. Не дал. Жалко. Там ещё какой-то бомж в плаще был. Это, видимо, цель была. Зависло всё. Угу. Найс лак. Ну всё, хутор мы зачистили в очередной раз. Ладно, двигаем на агропром теперь. Плюс два булыжника. Кайф. Кайфулечка. Что делать? На огненной душу можно повесить, наверное. Пусть будет. Ну плюс два булыжника, чё? Подожди, а сколько у меня в баре лежит? У меня же в баре тоже есть булыги. Может, я уже наконец-то смогу сдать квест? Булыжник. Три. А сколько надо? Пять. О! И у меня как раз плюс два только что случилось. Найс. Сдадим потом квестик. Когда-нибудь. Если у меня кот перестанет мышку грести, падла. Зачем ты это делаешь? Так, а где Архара у нас, собственно? Это у нас адреналин и дезертир. А Архара где? Хрен его знает. Нифига себе. Так, ну здесь его нету. Архара. А где он? Может, это он в зоне просто? Ну, я не чекал. Чё такое? О! Там сталкера мастера вместо меня убили. Спасибо. Сигареты, лаки страйк. Это мне надо. Просто я же помню в диалоге. ГГ отвечал, типа. О, Архар зовёт. Ну, тогда пойду на агропром. А хер знает в итоге. Где этот Архара? Архара. Блин. Последний меня уработал. Так, возвращаемся к нашему вопросу. Где, ё-моё, Архара? Куда задевался? Чё узнает, где он. А это кто? Чья это метка? Да я понял, что гостиница, сука. Кто сидит там? А, найти комнату. Это гостиница отмечается как человек. Тьфу. Лол. Куда делся Архара? Вопрос. Ребята. Восточный кордон. Интересно, вообще, когда я до него дойду. Аномальные поля. Ну, ужас. Архара, ну ты подлюкаешь, я тебе так скажу. На старом месте его нету, ИСа. Кому интересно, вдруг. Где я его в первый раз встретил. А чё, если меня за скамели? Никакого квеста нет, на самом деле. Ладно, я не знаю, куда подевался Архара. Но возьму награду Адреналина за убийство бандита-ветерана. Патроны, комбез-ветеран-1 и так далее, и так далее. Наемника-ветерана можно убить за антизомби, но я не знаю, насколько он мне нужен. Награды, конечно, тут не очень интересные. Ладно, на, мне всё равно впадло это куда-то тащить. Вот. Ну, наверное, вернусь на болото. Получу сигареты, получу мазь, вернусь на базу. Может, с котом пересекусь, кто его знает. Дождь льёт, пипец. Ну, кстати, довольно атмосферненько на этот счёт. Всё, за сталкера-мастера награду я получаю. Изоморф, эмбрион, химеры, 5 сигарет и лаки-страйк. Чё ещё надо? Может, ещё кого-то убить? Нет. Ну, тогда прощаемся. Вроде исчезти тел, которые он хочет, у меня ничего для него нету. Направляемся теперь к калмыку. Здорово, вот сигареты, вот сигареты. Всё. Три мази имеются, сейчас отнесём их. Привет, Василий. Танцуй. Опять шутишь? Я стоять-то толком не могу. Да нет, Василий, не шучу. Я нашёл, что обещал. Вот, держи, три баночки мази, как и договорились. Вот, выручил, так выручил. Ну, теперь ты для меня самый лучший клиент. Я тебя сюда без очереди обслужу. Василий, говорят, здесь аккумуэкзоскелетом зарядить можно. А, нет, мне это не надо. Подчиниться можно у него. Ну, допустим, экзоскелет наёмников модернизированный мой. Чёрную энергию и 2000. Броу. Зачем? Ладно, как я понимаю, квестов у него никаких нету, да? Чисто вот про починку. Это про зарядку аккумуляторов. Это тайники мои ворованные вернуть. Но у него зато есть циклички. Ему нужны капсулы для аномалии воронка-жарка. Потом три мази можно ещё раз вам принести. Армейский скат-10, аккумуляторы, два прототипа экзоскелета. Офигеть. Ну-ка, мазь от калмыка. Чё ты мне дашь? Амбрилл монстр. Ну и параша. Армейский скат-10. Телепорт в бар. Кстати, кто-то мне предлагал поставить правку. Я, может, найду этот комментарий и прикреплю, если, во-первых, найду. А, во-вторых, если не забуду это сделать. Как вы понимаете, из тем и с тем могут быть проблемы. Короче, чел предлагал поставить какие-то правки. И вот такая самая правка, которая мне запомнилась из того, что он предложил. Это сделать, ну, поставить правку на то, что телепорты, вот эти обычные, которые, да, на конкретную точку, не требуют артефактов. И я такой думал, а может реально поставить? Но что-то перезапись я забыл об этом. Ведь по факту, ну, это будут правила, как в народной солянке. И я считаю, эти правила вполне справедливы. Там, ну, конечно, не было такого разнообразия телепортов, как здесь, да. Но там, как бы, если ты находишь какой-то телепорт на одну точку конкретную. У меня это были армейские склады. Там телепорт в тайнике стрелка лежал. То, ну, он бесплатен, как бы. Ну, а взамен, его минус, да, условно, в том, что, ну, ты только в одну точку можешь телепортироваться. Но при этом был еще телепортер, который мог телепортировать тебя куда угодно. Но вот он уже требовал артефакты. И я считаю то, что действительно честно. Типа, если ты хочешь в какое угодно место, куда, типа, тебе, ну, пожелаешь, плати артефактам. Если хочешь бесплатный телепорт, то, ну, уж извини, он ведет только в одну точку. Ну, и тем более, за 40 серий я нашел только телепорт на янтарь, да. И, ну, вот могу, допустим. И то, это тоже надо постараться. Армейский скат-20М достать. Получить телепорт в бар за 40 серий. Всего лишь два телепорта. Что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Я возьму это задание, пусть оно висит, все равно оно не закончится. Короче, ну, я больше склонен тому, чтобы установить. Я считаю, это реально, типа, честная тема. Так, Мстителя я убил, все, выполнено. Эмбрион Дикого Кота получил и лагерь уничтожу. Гаусс-кассеты и патроны всякие, да. Что-то еще можно такого, ну-ка. Ученый-ветеран. Сайгу дает. Прикольно, но нет. Сталкера-новичка. Ишь дает. Значит, я не хочу я ни ученых, ни сталкера валить. Хотя ученого можно. Слушай, по приколу. Почему бы и нет на Янтаре? Интересно, это он на Сахарова дал квест? Ладно, шутка. На кого там? Не знаю, на какого-то, наверное, головастика из лагеря, который там сидит у костра. А я только недавно, ну не то чтобы недавно. О, Карина Лютая. Очененько с их. Радовался то, что там, короче, пополнение среди ученых. Лагерь потихонечку возрождается, скажем так, да. А тут я приду убивать кого-то. А у тебя что по цикличкам? Морской еж, булыжник, протекта, новый МП-40. Понятненько. А что за дротики, Даш? Говно, Даш, понял. Ну и квестов вроде у него интересных нету. Ладно. Грибы, три штуки. И что я могу за три штуки получить? Короб для пулемета третьего рейха. Уважаю фрицевское оружие. Две аптечки армейские. Три антирада. Пять сорок пятые пачки. Пять сорок пятые пачки. Пять сорок пятые пачки. Четыре пачки патроны для ППШ. Слушай, ну так-то это ситуативная тема. Просто, ну мне сейчас ничего из этого не нужно, например, прям, да? Поэтому я просто потаскаю их с собой. Вот. Кстати, вот это я, наверное, засуну в контейнер, чтобы не фонило. Ну и когда мне что-то действительно пригодится, буду приходить и покупать, что надо. Здорово, кот. Подлечился? Да вот, только водка их спасает. Знаешь, такое чувство, что радиация на мозги влияет. Раньше я такие задачки, как орехи, решил. А сейчас ни одной маломальской идеи. Что же делать будем? Ну, собственно, что остается? Найти тех двоих. Возможно, у них мы сможем узнать больше. Как же мы их найдем? Мы же на базе Чистого Неба. Здесь каждый второй имеет кандидатскую, а то и выше. Вон, сам Свиблов, профессор биологии. Так что надо с ребятами пообщаться. Наверняка кто-нибудь да поможет. Давай так. Ищи человека, который сможет нам помочь. Нам нужно найти оставшиеся монолитовцев. Возможно, они единственная ниточка ко всему, что происходит. Как найдешь информацию, неси ее мне. Вместе проанализируем. Понял. Ну и у кого можно узнать? Когда с Кариной... Опа! Я немного потерялся, не ожидал встретить здесь такую красавицу. За комплимент спасибо, конечно. Но не все, мужикан, топтать просторы зоны. Здесь и женщина-работенка найдется. Ты не смотришь, что я такая. Если нужно, могу подрихтовать любую часть тела. Ммм, да. А подрихтуешь мне одну часть тела интересную? Которая будет меня слишком навязчиво доставать. Ну или паяльник куда-нибудь пристроить. Так ты сюрпризом? Сам понимаешь, что под руку попадется. Че? Подрихтовать паяльник? Сразу видно, что ты технарь. И я попал к кому нужно. Надеюсь, твои знания не уступают твоей внешности. Ну так чего хотел-то? Мне необходимо найти двух людей. Сможешь помочь? Как бы повесить метку на них? На кого именно? На двух монолитовцев. У меня есть КПК одного фанатика. Ты сможешь по нему определить, где остальные? Ну что ж, я могу тебе помочь. Давай сюда КПК. Но взамен ты должен оказать и мне услугу. Услугу? Я опять начинаю терять линию диалога. Надеюсь, услуга приятная. Давай не теряйся, находись уже. Я увлекаюсь радиоэлектроникой. Я не профи, конечно, скорее любитель. Мне удалось собрать плеер. А вот с телеком проблема. Никак не могу найти подходящие детали. Ты бы не мог раздобыть телевизор. Блин, рад бы помочь, но где я его найду? А ты точно повесишь мне метку на того, кого ищу? Однажды я уже это делал, а так что думаю и второй раз смогу. А телек у бандитов в долине поискать стоит. Торговец Аким Скардона неделю назад писал в сети, что продает его. Но я слишком долго раздумывал о том, как доберусь с ним обратно до болот и в итоге опоздало. Люди Борова выкупили телевизор. Лады, погнал тогда за телеком. Хотя тебя самому надо по телеку показывать. Чё? Нет, не надо. Ладно, господа. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. За телеком для Карины Косых мы сходим в следующей серии. А пока не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые серии ОП-2-2. Вступайте в группу, захотите в телегу, всё есть в описании. Всем спасибо, все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok